Всем привет! Для выравнивания ступеней берем верхнюю точку и нижнюю. Получившуюся цифру делим на количество ступеней. Вычислив общий размер каждой ступени, приступаем к установке маяков. Таким образом, все установленные маяки будут соответствовать одному размеру ступеней. Далее заливаем армирующей стяжкой. Я мог бы рассказать, что за стяжка и производитель, но многие будут считать это за рекламу, поэтому я не буду озвучивать. В дальнейшем будут много интересных фишек. И если вам будет интересно, чтоб я в подробностях рассказал о всем, пишите в комментариях, надо это или нет, чтоб не казалось все как за рекламу. После выравнивания ступеней приступаем к подрезкам. Делаем разметки ступеней и режем в нужный нам размер. А также и под ступени. После того, как высохли ступени, снимаем маяки. И удаляем весь гипс. Далее проходим лесосом. И грунтуем. После полного высыхания приступаем к укладке ступеней. Далее я не буду комментировать, так как существует несколько способов по укладке клинкера. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» И данный способ был выбран заказчиком, то есть подступеней не должны заходить вглубь за бортик, а именно вот таким способом. Это намного красивее. Ну и на протяжении 10 лет еще никто не жаловался и у всех все четко. Продолжение следует... Продолжение следует... После того, как закончили класть ступеней, ровняем парапет. И делаем заготовки для облицовки бордюра. Продолжение следует... Продолжение следует... Примеряем все элементы заготовок. Продолжение следует... Чем сейчас мы и займемся... Чтобы узнать точный размер, соответственно, все отцентровали. Для точного угла мы сделаем разметку угольником, после чего произведем распил. Внутренний угол сводим ровно на 90 градусов. Продолжение следует... 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 Итак, как у нас здесь установили навес, то появилось кое-какое препятствие. И с помощью наших шаблонов мы попробуем обойти его. Продолжение следует... Сняв точные размеры на шаблон, переносим их на плитку. Продолжение следует... После чего производим распил. Продолжение следует... Итак, распилили плитку точно по шаблону. И теперь мы проверим, насколько у нас точно получилось. По всем размерам вроде все точно. Продолжение следует... Далее произведем укладку наружного угла. Ну что ж, внутренний, а также и наружный угол мы свели и произвели монтаж. Для клинкерной плитки выглядит неплохо. Для клинкерной плитки выглядит неплохо. После полного высыхания займемся затиркой. Так как плитка слегка кривая и пористая, мы не стали применять эпоксидную затирку. В этом случае мы затерли в затирке на цементной основе. Соответственно, для фасада. Вот так вот выглядят наши ступени. Это вход в подвал. Их здесь пару штук. Сделаны обе одинаковые. То есть продублированы. Ну а кто не видел первую часть, тот может переходить по ссылке. Будет интересно. Ссылка в описании видео. Ну а у меня на сегодня все. Всем пока. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!